Итак, функция найти iPhone, если он был утерян, либо украден, ну и многое другое. Итак, переходим в настройки, далее выбираем iCloud, и если помните, мы с вами говорили про вот этот пункт. Мы его включаем, последнюю геопозицию тоже включаем. Теперь переходим непосредственно в программу найти iPhone, это стандартная предустановленная программа. Далее вводим наш пароль от нашей учетной записи. Вы, кстати, можете просмотреть абсолютно любую учетную запись, то есть, например, у нас здесь наш iCloud и наша учетная запись. Я могу сейчас сюда ввести в найти iPhone приложение, свою учетную запись своего телефона, да, и могу просмотреть, где находится мой iPhone. В данном случае сейчас iPhone, который я держу в руках под этой учетной записью, той, которая находится в iCloud, я могу посмотреть, где мой iPhone сейчас находится. Работает это через интернет и геопозицию. То есть, если у вас в настройках конфиденциальности геопозиция выключена, служба геолокации, да, то найти iPhone работать не будет. Это очень плохо, ну, как минимум. Итак, вы находите свой iPhone и что вы можете делать? Во-первых, можете просмотреть, сколько у вас устройств. Здесь будут писаться абсолютно все ваши устройства. iPad, iPod, дальше, что у нас там еще? MacBook'и, другие iPhone'ы, ну и все-все следует. Возможно, что-то в будущем компания Apple еще придумает. Там машину, например, да, здесь вы можете просмотреть, где она находится. Дальше, справка это то, в принципе, что может найти iPhone. Выйти, это выйти с учетной записи и потом зайти, да, в какую-либо другую и так далее. Итак, вы нажимаете на данный iPhone. Пишется название нашего iPhone, если помните, мы его называли, так? Он определяет, показывает нам, какого цвета, например, да, то есть и так далее. Дальше, что вы можете сделать? Первое, это посмотреть его геопозицию. То есть, это улицы, это карты. И понятно, да, что можно более детально увеличить, уменьшить. Дальше кнопочка, а это то, как будет выглядеть эта карта. Я думаю, что она именно в данном приложении менее всего интересна. Нажимаем действие. Что мы можем сделать? Первое, это воспроизвести звук. Бывает такая ситуация, что у вас iPhone лежит где-нибудь дома, без звука. То есть, вы сделали беззвучный режим. И при этом у вас, вам кто-то звонит. Вы не слышите, смс-ки приходят, вы тоже не слышите. Но вам нужно понять, то есть, где ваш iPhone. У вас iPhone в беззвучном режиме. Вот, давайте так и продемонстрируем. Нажимаем воспроизвести iPhone. И этот звук будет в любом случае звенеть, пока вы не возьмете свой iPhone в руки и не отключите этот сигнал. Значит, нужен интернет, повторяюсь, и служба геолокации. В чем огромный плюс? Это в том, что, например, у вас вытащили ваш iPhone. И его еще не успели выключить. Вы берете, там, не знаю, любой другой iPhone. Берете iPad, берете MacBook, заходите в это приложение, берете Apple Watch, в конце концов. Прямо с них, да, нажимаете. То есть, вот у вас тут есть, вот, созвоните iPhone. И у вас iPhone начинает звенеть. Неважно, выключен звук или включен звук, эта мелодия будет вот так вот перекать, пока вы сами ее не отключите. Дальше, режим пропажи. Это вы можете заблокировать ваш iPhone, включить режим пропажи. Написать, например, номер телефона, по которому вы хотите, чтобы вам позвонили. Нажимаем далее. Этот iPhone был утерян, перезвоните мне или добавьте свой текст, который вам нужен. Нажимаете, готово. Все, наш iPhone заблокирован. Вот примерно в таком состоянии вы его можете ввести. Вызвать касанием этого телефона, да, то есть, вы можете сразу сюда прозвонить, либо SOS, либо вы просто его блокируете, по-моему, у нас 4-5, да, вот. Либо вы его разблокируете, все, и телефон в состоянии разблокировки сразу выходит. Очень удобная тоже функция. Ну и последнее, ой, это стереть iPhone. Сделать то же самое, что мы только что сделали, только плюс полностью стереть все данные с вашего телефона. Возможно, попало не в те руки. Значит, в чем огромный минус и огромный плюс? Значит, плюс в том, что вы можете всегда найти ваш телефон, если он подключен к интернету, либо к геолокации. Значит, если у вас украли iPhone, вытащили сим-карту, выкинули, понятно, что интернет у вас уже не будет. Если его подключат к Wi-Fi, тогда окей, у вас будет какой-то шанс. Если у вас отключена геопозиция, геолокация, то вообще ничего не найдет. Дальше, если у вас украли iPhone и, например, его просто взяли и выключили, все, вот он больше не доступен, вы не знаете, где он находится, вы ничего не можете просмотреть, то в настройках, если помните, я включил последнюю геопозицию. Значит, конфиденциальность, ой-ой-ой-ой, простите меня, пожалуйста. iCloud, найти iPhone, последняя геопозиция. Автоматически отправлять в Apple геопозицию этого iPhone, когда заряд критически разряжен, то есть у вас, когда будет очень мало процентов зарядки, а также, когда ваш iPhone сразу подключится непосредственно к интернету. Это тоже очень удобная функция. Дальше, что еще можно сделать? Это проложить маршрут к вашему телефону, если вам это нужно. Открывается сразу карта, и вы сразу идите за вашим телефоном. Кстати, вот, найти iPhone, видите, вернуться в предыдущее приложение. Дальше, что еще хотел вам рассказать? Если, а, очень важный момент, то есть, например, у нас вот есть настройки, у нас есть iCloud, и мы специально зарегистрировали именно под Mail.ru. Например, злоумышленник взял ваш iPhone, и вы не поставили блокировку экрана, да, то есть у вас телефон вы можете разблокировать без пароля. Это очень плохо. Почему? Потому что человек зайдет в ваш телефон, нажмет настройки, выберет ваш iCloud. Он же может зайти сюда без проблем, правильно? Далее, нажмет изменить пароль. Кстати, как изменить пароль? Давайте я вам сейчас покажу настройки. Нажимаем на учетную запись. I forgot. Ждем, пока загрузится. Вводите свой Apple ID, и дальше меняете ваш пароль. Значит, он может зайти в настройки, изменить ваш пароль. У человека будет, естественно, ваш пароль. Он просто нажмет iCloud, выключить найти iPhone, и все, его больше никогда не найдете. Поэтому очень важно это ставить телефон под пароль и включать функцию найти iPhone. К примеру, ситуация, что вас украли, и вы не смогли найти ваш iPhone. Да, но при этом человек тоже ничего с ним сделать не сможет. Он не сможет им пользоваться, он не сможет с него звонить, он не сможет фотографировать. Вы помните, в каком состоянии был iPhone. Пока вы не введете пароль, ничего не будет. Более того, я вам расскажу, что даже если принесут такие телефоны, как нам, или на каких-то там барахолки, и так далее, у него максимум, что могут забрать, это экран, корпус, если он в хорошем состоянии, кнопочки, то есть ему дадут там пару копеек. Но в любом случае, человек пользоваться телефоном не будет, перепродать этот телефон невозможно. И в принципе, как говорится, ни нам, ни вам. Поэтому, если вам его не вернули, вы можете вот такую вот штуку сделать, просто заблокировать, удалить там данные уже на ваше усмотрение. Я лично рекомендую блокировать, этого вполне достаточно, стирать данные особо не нужно, потому что даже если вы мне принесете в состоянии режим пропажи телефон, и я его подключу к компьютеру, какими программами я не умел пользоваться, в любом случае, я с него ничего не вытащу. Никакие данные, никакую информацию. Что бывает, это iCloud снимают. То есть, если вы, например, заблокировали iCloud, человек может найти людей, которые могут ему снять iCloud. Это делается очень долго, это делается очень дорого, но в любом случае, к сожалению, такие вещи у нас в жизни происходят, у нас такие вещи есть. И последнее. Это очень важный момент, когда вы покупаете, например, БУ телефон, то зайдите в настройки, выберите iCloud и посмотрите, есть ли здесь что-то, а также включена ли функция найти iPhone. Потому что, если вы купите, например, у меня вот этот iPhone, и вы не будете знать пароль вот этой учетной записи, то я потом просто приду домой, возьму другое устройство, там iPhone, iPad или MacBook, заблокирую его, и все, у вас кирпич, вы с ним ничего не сможете сделать. Я вам позвоню, скажу, верните мне деньги, вы заплатите мне за это, и я вам его тогда разблокирую. Это очень плохо, это очень многих людей так дурит, очень многие люди попадают на этом, поэтому будьте внимательны, когда вы покупаете БУ телефоны, проверяйте, чтобы iCloud в нем не было. Так, и еще, что я хотел сказать, вроде, по-моему, все. Да, по найти iPhone, приложение, оно есть абсолютно в любом iPhone, даже если у вас нету приложения найти iPhone рядом у товарища или где-либо рядом, вы можете его всегда скачать через App Store, абсолютно без проблем, даже если у вас старая прошивка, даже если у вас там предыдущая прошивка, все равно эта штука будет работать, поэтому вот такое вот классное приложение, я думаю, что вы будете ставить ваши телефоны под пароль, вот, потому что если нет, ну тогда, к сожалению, украли, тогда могут перепродать ваш телефон и будут им пользоваться абсолютно другие люди.